Диабет 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 А потом, наверное, все вышло более на автоматический уровень. Это я сейчас уже начинаю узнавать, что продукты взвешивают перед едой. Нас этому не учили, и я не знаю, как это делать, честно говоря. Все определяется на взгляд. Если я ем банан, значит, я докалываю количество единиц на банан. Если я съедаю кусочек торта, то, не знаю, без веса я знаю, сколько я должен для себя, для своего организма подколоть инсультировать. На отдыхе отлаженная система питания сломается, предупреждают врачи. Корректировать дозы инсулина придется несколько раз. Для начала – во время перелета. С набором высоты начнет расти и уровень глюкозы в крови. Перепады от гипер- до гипогликемии могут случиться и на месте. Скажутся смена климата и экзотическая пища. В отношении питания. В общем-то, при сахарном диабете можно все. Но, конечно, когда вы находитесь вдалеке от дома, может быть, не с такой доступностью медицинской помощи, то, конечно, каких-то экспериментов мы не сильно рекомендуем проводить. Может возникнуть любая неотложная ситуация, такая не очень хорошая, это непереносимость к этому продукту, или аллергическая реакция, или какие-то функциональные расстройства, которые могут привести к декомпенсации сахарного диабета. Миф гласит, на отдыхе можно все, ведь море и солнце лечат. От хандры – да, но не от диабета. Оказавшись в изобилии экзотических фруктов и блюд местной кухни, особенно тщательно подсчитывайте хлебные единицы. Избегайте острой пищи. И помните, переедание даже привычных продуктов чревато гипергликемией. Не ходите босиком даже по песчаному пляжу. У диабетиков снижена болевая чувствительность. Вы можете пораниться или обжечься, и не заметить этого. Избегайте купаний на глубине и в одиночестве. Дайвинг тоже не для вас. При резком снижении глюкозы вы можете потерять сознание и утонуть. Длительными пешими экскурсиями и турпоходами увлекаться не стоит. Неподготовленный организм может отреагировать на нагрузку гипогликемии. Естественно, когда ты попадаешь в какую-то страну, где, не знаю, кто там, манго есть, да, чего здесь, как бы, в России, ты, может быть, и не ел, а попадаешь туда и там этого валом и дешево. Я думаю, что просто переусердствовать не стоит. Если попробовать, значит попробовать. Мы не знаем хлебных единиц этого манго, предположим, да. Ну, конечно, залезть в интернет, в интернете есть все. Сейчас, как бы, проще с этим. Интернет спасает всю жизнь. На глаз держать под контролем недуг бывает сложно и дома, в привычной обстановке. Питаться по графику 4-5 раз в день при разъездном характере работы у кости не получается. Воспользоваться глюкометром тоже удается не всегда. При нечувствительности к перепадам глюкозы можно легко пропустить начало гипер- или гипогликемии. А это опасно. Диабет не прощает вольного к себе отношения. Пациент сам должен прийти к врачу и попросить направить его на школу диабета. Даже если он когда-то обучался, потому что все обновляется, появляются новые инсулины, появляются новые средства для мониторинга глюкозы, и в конце концов просто повторение мать-учения. То есть все равно нужно еще раз, раз в 3-5 лет пройти новый курс обучения, вспомнить, как ставится инсулин, как он хранится, как вводится. То есть вот эти все нюансы, они важны. Несоблюдение диеты приводит к хронической гипергликемии, которая, в свою очередь, бьет по всем органам – глазам, сердцу, почкам, нервной системе. Константин диеты придерживается, но признается, что порой нарушает режим питания, полагая, что его организм к этому привык и справляется. И это, пожалуй, самое распространенное заблуждение среди диабетиков. У нас частенько бывает такое, что мы с утра уезжаем и возвращаемся ближе к вечеру, там часов в 5 вечера даже, да, например. Если ты с утра уехал и пропустил этот обед, ничего страшного, организм, наверное, все-таки к этому привыкший. Ну, проблем это никаких не вызывает, честно говоря. По крайней мере, мы с организмом очень дружим. Ну, если ты на съемках ничего не кушаешь, то и смысла подкалывать тоже нету. А если у тебя выдался момент съесть какой-то пирожок, в принципе, я думаю, что можно найти место, где можно поставить укол. Вот, это не так сложно. Там не нужны такие манипуляции, как со шприцами, с длинными иглами, там, набрать, все это дело сделать. Даша, выбирай карточки. Ракета, зонтик, груша. В детском лото Даша с легкостью находит две одинаковые картинки. У папы задача посложнее – найти баланс глюкозы и инсулина. Когда я заболел, нам говорили, что диабет – это не болезнь, а что это образ жизни. И как-то, наверное, с этой мыслью все время и живешь, и живешь, и живешь. И поэтому не считаешь, что это что-то. Единственное неудобство от диабета – это ежемесячное появление к врачу. Раз в полгода пройти специалистов, ну, обязательных специалистов. Вот, наверное, это все, наверное, неудобства. Уколы сейчас, шприцы, иголки – настолько все, не знаю, продвинутое, что, честно говоря, никакого неудобства от этого не ощущаешь. Несмотря на современные достижения медицины, самым важным в лечении диабета остается дисциплина самого заболевшего. В путешествиях особенно. Организм диабетика реагирует на любые изменения привычного ритма жизни. Поэтому даже годами отработанные схемы могут дать сбой. Формируется иллюзия того, что я уже все и так знаю про себя, я знаю, что мне это никак не повредит. Это только иллюзия. Сам человек с собственными иллюзиями справляется сложно. Да, он в них скорее погружается. Поэтому соблазны, они есть у всех. Но взрослый человек после 18 лет несет полную ответственность – уголовную, гражданскую и личную. Поэтому иллюзия есть. Ой, может, я сейчас бокальчик вина закину, и ничего не будет. Будет. И это касается не только диабетиков, конечно же. Да, но у них последствия более очевидны. Как перевозить и хранить инсулин? Перед поездкой попросите у лечащего врача справку, подтверждающую диагноз и необходимость в инъекциях. Это избавит вас от проблем при досмотре в аэропорту и прохождении таможни. Возьмите в дорогу двойной комплект препарата на случай непредвиденных ситуаций. Перевозите инсулин только в ручной кладе. Он может вам понадобиться во время перелетов. Разделите комплекты шприц и ручек на несколько частей и упакуйте в разные сумки. Так вы не останетесь без инъекций даже в случае потери чемодана. На отдыхе в жарких странах храните инсулин в термосумке. Под палящим солнцем препарат придет в негодность. Проблем с переездами не было никогда. Большую часть за границей был в командировках. И ни разу такого не случалось, чтобы пришлось кому-то объяснять, что это такое. Единственное, что когда проходишь досмотр на просвечивающем аппарате, спрашивают, что у вас там лежит. Ты говоришь, это инсулина. А, ну все. Не было такого, чтобы просили открыть и показать, что это инсулина. Когда они слышат, что это шприц-ручки, инсулина, они говорят, все мы знаем. Тем более сейчас как бы шприц-ручки, они пластиковые, ну пластиковые, да. Раньше были металлические, то, наверное, это как бы вызывало большее опасение у них на досмотр. А сейчас это очень просто. В семье Демиденко чемоданное настроение и большие планы на предстоящий отпуск. Диабет не повод отказывать себе в путешествиях. При правильной подготовке и дисциплине ничто не помешает вам насладиться отдыхом и вернуться домой с огромным багажом новых эмоций и впечатлений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова